С приходом теплых дней возросло количество несчастных случаев на воде. Как говорят спасатели, большинство происшествий происходит по вине самих купающихся. 15 числа двое мужчин переплывали канал имени Москвы, что категорически запрещено, так сказать, судовым ходом. И в результате этих действий один не доплыл. В канале имени Москвы любители поплавать поджидают много опасностей, заявляют специалисты. Подводные камни, множество бытовых отходов, а волны от проплывающих мимо судов с легкостью могут отбросить человека на гранитное обрамление канала. Спасатели ежедневно проводят мониторинг водных объектов округа, но следить за всеми желающими окунуться в воду не всегда удается. Патрулируем два раза в сутки, в день оставить. Катер может выходить только в светлое время суток, не боя. Ну, по статистике, что могу сказать? Значит, за три дня, 15, 16, 17, значит, у нас четыре погибших. Это двое на территории Долгопрудного и, к сожалению, двое на территории Химок. По словам специалистов, в акватории канала в районе Химок нет ни одного места, полностью подходящего для купания. Те пляжи, которые есть, предназначены для принятия солнечных ванн. Тополиный пуг, жара, июнь. Как только наступили теплые деньки, люди потянулись к воде. Время два часа, будний день, а народу на пляже, как в Анапе. Так давайте спросим сейчас у них, знают ли они про все те опасности, которые подстерегают их в местных водоемах. Знаешь ли ты, что пляжи не оборудованы, на них купаться нельзя, и это опасно? Я знаю опасно, что с вышки нельзя прыгать, но они прыгают, но они не могут умереть так. А сам? А сам я тоже прыгаю, но аккуратно. Как вы на это смотрите, на запреты такие? Ну, если они обоснованы, то, наверное, это хорошо. Но здесь я ни одного запретительного знака не видела, вот по пути, правда. Поэтому, если бы я знала, наверное, мы бы здесь не купались. Но поскольку здесь довольно все оборудовано, и спасательный мост, и пост есть, и медицинский пункт, то я думаю, что здесь должно было быть разрешено купание. Знак был прямо за спиной. Похожий установлены практически около всех спусков к воде. В администрации парков регулярно предупреждают отдыхающих об опасности нахождения воды. Порой даже приходится принимать более радикальные меры. Где расположены пруды, к примеру, как городской парк Дубки, то ранее, пока они не были огорожены, до 2016 года было много случаев, когда и дети забирались неожиданно в фонтаны-тере вот эти вот наши пруды. Ну и, конечно же, опять же, те горячие головы. Огородили красивым забором, сделали смотровые зоны. Все, как бы, этим самым исключили безопасное купание вот в таких местах. По словам синоптиков, впереди еще несколько недель жары, поэтому, решая искупаться в открытом водоеме, необходимо осознавать, что вся ответственность лежит именно на вас. Кирилл Петухов, Николай Забродин. Специально для Химки ТВ.